Всех приветствую на своем канале, а также на 12 части создания конного приложения на Windows. В этой части мы будем работать с шрифтами. Я покажу, как создать свой шрифт и цвет с помощью C++ WinAPI. В прошлой части мы научились рисовать прямоугольники разным цветом. Теперь давай нарисуем поверх прямоугольника текст. Как мы видим, шрифт по умолчанию достаточно мелкий и поэтому пиксельный. Создим свой шрифт с нужными параметрами. Для своего шрифта у нас будет переменная типа hFont. Создадим шрифт сразу при запуске приложения с помощью функции CreateFontA. Первым и вторым аргументами задается высота и ширина каждого символа. Затем задается угол наклона текста, я ставлю 0 без наклона. Четвертый аргумент мы также ставим 0. Пятым аргументом задается жирность текста. Можно задать вручную от 0 до 1000 или воспользоваться define. Я выберу fwaymedium для средней жирности. Затем задается курсив, подчеркивание и зачеркивание текста. Набор символов оставим default. Затем задается качество символов. Я ставлю обычное, но со сглаживанием. FontFamily задает стиль текста. Я выберу ffdecorative. Последний аргумент это название шрифта. Оно нам не понадобится, я поставлю myFont. В описании я оставлю ссылку на документацию к данной функции. Теперь нарисуем наш текст в событии vmPaint. Зададим цвет с помощью функции setTextColor. Я пока ставлю белый. С помощью функции selectObject выберем, каким шрифтом будем рисовать. И нарисуем текст с помощью функции drawTextA. Первым аргументом идет hdc. Вторым аргументом задается текст. Третьим аргументом задается длина текста. Можно поставить минус 1 для автоопределения. Четвертым аргументом задается прямоугольник, в котором нужно разместить текст. Затем задается формат текста. Для расположения по центру обязательно нужен dtSingleLine. dtCenter расположит текст по горизонтальному центру. dtVCenter расположит текст по вертикальному центру. dtNoclip позволит тексту выходить за пределы прямоугольника, если он в него не поместился. Сделаем текст красного цвета и запустим приложение. Теперь по центру появился красный текст в стиле Decorator. Но если задать цвет прямоугольника, то за текстом останется белый квадрат. Так получилось, поскольку фон текста непрозрачный. Сделаем его прозрачным с помощью функции setBackA.Mode. Теперь никакого белого квадрата за текстом нет. Теперь добавим меняющийся цвет. Выделим переменную типа colorF для хранения цвета текста. Пусть цвет текста будет противоположный цвету прямоугольника. Запишем в переменные значения каждого цвета. Теперь каждая составляющая текста будет 255 минус составляющая текста прямоугольника. Поскольку считывание текста происходит внутри свитч, я вынесу создание переменных. Заводим текст в функции setTextColor и запустим приложение. Как мы видим, теперь цвет текста противоположен цвету прямоугольника. Теперь я покажу, как применить шрифт к виджетам. Сделать это достаточно просто. С помощью функции sendMessage отправляем нужному виджету сообщение о новом шрифте. Шрифт приводим к типу vparam. Как мы видим, шрифт применился, но он очень большой для виджета. Сделаем его поменьше, и он станет нормально отображаться. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал.